Новости продолжают эфир. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. Касан Жумар Тукаев направил телеграмму королю Филиппу, поздравив его с Национальным Днем Королевства Бельгии. Передает аккордам. Президент пожелал королю успехов во всех его начинаниях, а бельгийскому народу – счастья и процветания. Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения, говорится в телеграме. Почти тысячи сельчан в Западно-Казахстанской области смогли открыть свое дело по программе «Аула Манат-3». Из них живут в отдаленных районах. О том, как развивается бизнес на селе, узнавала вице-премьер страны Тамара Девсенова. Она сейчас находится с рабочим визитом в регионе. Подробности у наших корреспондентов. Рабочую поездку вице-премьер начала с самого отдаленного Букиардинского района. Своё дело по программе «Аула Манат-3» здесь открыли 69 сельчан. Среди них Светлана Сареева. В прошлом году жительница села Хан-Урдасе взяла льготный кредит в размере 4 миллионов тенге. На эти средства купила 8 коров молочной породы. Сейчас её хозяйство снабжает жителей натуральной продукцией. «Хозяйством занимаемся всей семьёй. Производим сметану, масло и сыр. Реализация продукции приносит постоянный доход. Планируем увеличить поголовье и взять на работу своих односельчан. Очень удобная, а самое главное, выгодная госпрограмма». Встретилась вице-премьер и с жителями Каратубинского района. В селе Косколь в прошлом году создали сельхозкооператив. Все 227 дворов, объединившись, развивают собственное производство. Меры государственной поддержки помогли фермерам приобрести 200 коров молочной породы и 900 овец. Удалось обновить и технику, говорит председатель кооператива Серик Исатаев. На 45 миллионов в лизинг купили два трактора с прицепом и другими агрегатами. Сейчас начинаем сенокоз. Постоянной работой в кооперативе обеспечили четверых односельчан. В ходе рабочей поездки Тамара Дуйсенова рассказала об условиях девяти программ, направленных на поддержку сельчан, отметив, что это хорошая возможность для жителей отдаленных районов области. В целом вице-премьер дала положительную оценку работу сельхозкооператива. Данный опыт «Один аул, один кооператив» необходимо внедрять повсеместно, считает Тамара Дуйсенова. У каждого региона есть свои специфика. Расстояние между областью и районами и между сельскими округами и районами как раз таки оправдывает ту схему, которую предлагает Акимат. Это каждый аул, значит, один кооператив. И сегодня мы ознакомились с опытом сельского округа Кустюль, Харатюбинского района. Я считаю, что это очень правильный опыт. Одна бригада работает уже в товарно-молочной ферме, вторая, значит, готовит корма, третья, значит, занимается сбытом. Поэтому это, значит, правильный и оправданный подход. Сегодня госпрограмма Аула Манате повышает доходы и улучшает качество жизни сельчан. Известно, что одной из проблем сельских предпринимателей является реализация своей продукции. Решение местные власти нашли и закрепили документально. Между Акиматом области и компанией-недропользователем был подписан меморандум о поддержке местных товаропроизводителей. Заместитель премьер-министра республики Казахстан Тамара Дуйсенова отметила важность достигнутого меморандума. Сегодня мы первый раз, это первый пилот, вовлекли сюда, значит, самую крупную компанию КПО, чтобы они могли закупить продукты именно тех, кто сегодня участвует в Аула Манате. Надеюсь, что сегодняшний подписанный меморандум даст свои результаты. В прошлом году по программе Аула Манате свое дело смогли открыть почти тысячи сельчан. На реализацию бизнес-проектов было направлено свыше 6 миллиардов тенге. Однако в районах слабо ведут разъяснительную работу по государственным программам. Сельские Акимы, подчеркнула вице-премьер, должны проявить активность в этом ответственном направлении. Альбина Кумыргалеева была Джерлгасов, Эльдара Юпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. Пострадавшие от паводков в Кустанайской области отмечают новоселье. В замену аварийных домов для них построили новые ключи 53-м семьям. Вручил заместитель премьер-министра Канат Базумбаев, который находится с рабочей поездкой в регионе. Наталья Струкова расскажет. В микрорайоне Кунай построили 14 домов. В них поселится семьи из областного центра. После наводнения их прежнее жилье по заключению технической экспертизы признано аварийным. Переезжать в многоэтажки из частного сектора люди не захотели. Выбрали строительство в новом жилом массиве. У Людмилы Гавришко двойной праздник. В соседнем доме будет жить дочь с семьей. Вместо разрушенных паводком саманных получили кирпичные дома. В каждом 80 квадратов, подведенные коммуникации и земельный участок. Эмоции переполняют. Это красота. Я очень счастлива, что буду жить в таком прекрасном доме. Я благодарна главе государства за то, что в таких быстрых строках все это нам сделал и устроил такой шикарный праздник. А в селе Алтонсарина возвели 21 дом. Один из них для многодетной семьи Гнеликовых. От квартиры в городе отказались в пользу индивидуального жилья. Спасибо, конечно, президенту нашему. Он приехал к нам лично. Всего он пообещал, он сделал. Мы даже не отжидали. Кто захотел в Кастанай, купили им квартиры. А мы остались в своем селе. Мы очень счастливы, очень рады. Светло, чисто, большой. Вообще классный дом. Всего во время паводка в области пострадали больше 1200 домов. Их третья часть не подлежит восстановлению. Остальное жилье уже полностью отремонтировали. Что касается домов, которые аварийными признаны, 468. Из них 315 домов и квартир было куплено на рынке. И людям они розданы. И 103 дома сейчас строились. Из них сегодня 53 дома ввели в эксплуатацию. И также 50-квартирный дом будет построен в Аркалаке. Таким образом, 100% практически пострадавших будет охвачено, восстановлено. Пожилил до конца сентября месяца. Строительство частного сектора полностью завершили в селе Таош Джангельдинского района. Здесь ключи от новых домов получили 22 семьи. А для тех жителей южной части региона, которые захотели переехать в город, купили квартиры в Аркалыке. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КЗ. Сегодня отмечают профессиональный праздник специалисты, связавшие свою жизнь с металлургической отраслью. Работники этой сферы вносят лепту в укрепление экономического каркаса страны. Так, с начала года рост производства составил 8%. В отрасли трудятся порядка 200 тысяч человек. Это почти треть от численности сотрудников промышленности. Один из тех, кем может гордиться страна металлург, Касет Куанышев. Специалист закончил Карагандинский политехнический университет. И вот уже 5 лет работает на производстве. Я морально был готов к этой работе. Знал, что металлургия – непростая и ответственная профессия. Конечно, все приходит с опытом. Сегодня у нас около 200 сотрудников. Больше половины из них – молодежь. И это радует. Что казахстанцы знают о металлургии? С этим вопросом наши корреспонденты вышли на улицы Астаны. Обрабатывающая промышленность у нас в первую очередь экспорт. Помимо нефти, на втором месте как раз металлургическая промышленность состоит. То есть мы за счет экспорта и живем же. Наша страна богатая. У нас все добывается. Вся таблица Менделеева в нашем Казахстане есть. Все, какие металлы есть, мне кажется, в Казахстане есть. В том числе в Балхашеве медоплавильный завод. Там и афинажный есть, и золото, и серебро. Ну, все, что... Все много. Все, что касается вообще жизнедеятельности человека, наверное, связано с металлом. Один из наших знаменитых – Садпаев, наш идеолог. Он огромный вклад для Казахстана сделал в область металлургии. И наш Балхашевский медоплавильный завод во время Великой Отечественной войны одна пуля сюда, это выпускал наш завод. Медь, сынок, свинец. Очень много таких нужных для страны. Металлы выпускает наш Балхашевский завод. Ведущая профессия в черной металлургии, горновой, он управляет процессом плавки в доменной печи. Марина Золотарева встретилась с доменщиком из города Тимиртау, который проработал на металлургическом комбинате более 30 лет. Он рассказал об особенностях своей профессии. Первый день на металлургическом комбинате до сих пор самое яркое событие у опытного горнового. 30 лет назад он увидел, как льется чугун. И был потрясен этим зрелищем. С тех пор Куантай Жумабеков трудится у самого сердца печи. Это самое жаркое рабочее место на комбинате. 50-60 градусов возле канала. Перегреемся, жарко слишком, когда стоянка большая. Чай пьем много, горячую, воду нельзя пить. Раньше была работа тяжелая. Сейчас печи все новые, современные печи. Раньше работали, канаву делали сами, со смолкой делали. Футляры, носки, которые в чугун идут. Сейчас все бетонные. Работа сейчас полегче стала горновым. Доменщикам стать непросто. Здоровье – главное требование к работе. Горновые все время в движении. Они встречают первый металл и следят, чтобы он тек непрерывно. Устраняют заторы, чистят печи. И все это при высокой температуре. Опытный Куантай Жумабеков – наставник всех начинающих горновых. Все старшие горновые, которые работают сейчас в Мене, это, можно сказать, воспитанники именно Куантай. Потому что пятая бригада – это кузница наших кадров. Просто работящий, ответственный. Если что-то происходит, он всегда душой относится к работе, всегда останется, поможет. Всегда совет подскажет какой-то хороший, дельный, которым мы можем воспользоваться и уйти от иной проблемы или от иной аварии. Ветеран металлургического комбината обучил десятки специалистов. Многие его ученики сегодня занимают руководящие должности. Дома Куантай Жумабеков воспитывает семерых внуков. Горновой не исключает, что кто-то из них пойдет по стопам деда. Говорит, что металлург – профессия для людей с остальным характером. Марина Золотарева, Сайрана Камбаев, Зарина Зуб и Харк, Аргандинская область, 24КИЗ. К новостям в мире. 12 человек погибли из-за обрушения моста в китайской провинции Шанси. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным местных властей, конструкция рухнула из-за проливных дождей и наводнения. В списках пропавших числятся более 30 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Операцией задействованы 850 сотрудников экстренных служб. С одной реки извлекли несколько автомобилей. В Центральном Китае пострадала провинция Хэнан. Там проводится эвакуация местных жителей. В Индии из-за вспышки малоизученного вируса погибли 16 человек. Еще 50 заразились инфекцией в штате Кучарат. Об этом сообщает телеканал NDTV. Со ссылкой на министра здравоохранения штата. Вирус получил название Чандипура в честь деревни, где его впервые выявили в 1965 году. Его распространение связывается с укусами москитов. При этом при заражении наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания. В тяжелых случаях человек впадает в кому или умирает. Лекарств или вакцины от вируса не существует. Во французском городе Ля-Рошелле фермеры вышли на акции протеста и столкнулись с полицией. Они выступают против строительства новых водохранилищ для орошения сельхозземель. По данным Адуичевеля, местные власти планируют объединить десятки небольших водоемов. Новые резервуары будут зимой заполняться грунтовыми водами. Но фермеры опасаются, что мелкие хозяйства могут остаться без воды. Всего в акции участвовали почти 3000 человек для разгона демонстрантов. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядка в 9 человек пострадали, еще 7 задержаны. В системах Windows произошел глобальный сбой. Он затронул 8,5 миллионов устройств. Это меньше 1% от общего числа, утверждают в корпорации Microsoft. И все же техническая ошибка в работе операционной системы, которая произошла в эту пятницу, вывела из строя аэропорты, IT-сервисы, банков, коммунальных предприятий и телекоммуникаций в ряде стран, в том числе Австралии, США, Индии и Великобритании. Восстановление полной работоспособности всех систем может занять несколько недель. Олимпийский огонь прибыл во французский департамент Сена и Марна. Среди факелоносцев олимпийский чемпион в беге с барьерами на играх в Монреале в 1976 году гидрю и бронзовая медалистка по парагребле в Токио 2020 года Марго Буле. На эстафете задействовали самую длинную в мире 40-метровую грибную лодку. Она вмещает 24 человека. Далее факел пронесут по достопримечательностям департамента Вальдемар. Ну а в кульминации станет зажжение чаши огня в Париже во время церемонии открытия игр. Грузовик, перевозивший клей ПВА, перевернулся на трассе Астана-Петропавловск. Клей разлился по всей дороге. Пострадавших нет, сообщили в департаменте полиции. В отношении водителя возбудили административное дело. В нацкомпании Казавтажол сообщили, что их специалисты занимаются устранением последствий инцидента. Полицейские сопроводили более тысячи автомашин. Движение сейчас на участке дороги с ТТП восстановлено. Жители микрорайона Юго-Запад-2 в Ак-Тубе жалуются на то, что работы по ремонту дорог продвигаются очень медленно. Одну из улиц еще с прошлого года никак не закончат. Что же так тормозить работаем, выясняла Наталья Салькова. Улицу Казака и Ахуна начали ремонтировать три месяца назад. Однако работа, по словам жителей, продвигается очень медленно. Поэтому есть неудобства. Как только начался ремонт, сюда не заезжает общественный транспорт. И до ближайшей остановки приходится преодолевать большое расстояние. Они сказали, с начала лета мы сразу же начнем уже все заливать, все будет прекрасно, автобус зайдет. И первый месяц, лето прошло, уже второй, 20 число второго месяца, никакого эффекта нет. Никакой техники нет у этой компании, ни людей нет. В день они работают 20 минут. У нас с дорогами проблема с прошлого года. Год назад начали ремонтировать улицу Хурмагаза. Там постелили первый слой асфальта, второй не успели. А эту дорогу делают с 19 апреля. Прошло уже три месяца. Мы даже не надеемся, что в этом году ремонт завершат. Через полтора месяца дети пойдут в школу. Не знаю, как автобус будет сюда заезжать. Протяженность этой улицы 1300 метров. На дороге пока только убрали старый асфальт и выполнили земляные работы. Проведение ремонта, по словам представителей подрядной организации, осложняет насыщенный водой грунт. Здесь луны, мы не можем работать. Сейчас мы выкапываем переустройство газа. Выкапываем. Полдня уже там водой заполняется. Талой воды под землей. Очень много. Просто нам надо сейчас время. Эта подрядная организация должна по договору отремонтировать в микрорайоне Юго-Запад-2 21 улицу. На эти цели из бюджета выделили 2 миллиарда 400 миллионов тенге. На график выполнения работы обратили внимание общественники. Трудности, о которых говорит подрядчик, должны были учитывать при подготовке проектно-сметной документации, авторском и техническом контроле. Организация, которая взяла на себя обязательства, должна выполнить работу в срок. Мы будем наблюдать за ходом ремонта. Представители подрядной организации говорят, что на улице Казака и Ахуна к сентябрю уложат первый слой асфальтового покрытия. Проект по ремонту дорог в микрорайоне Переходящий. В этом году они планируют завершить реконструкцию дорожного покрытия на 7 улицах. Наталья Салькова, Эдадин Болдобеков, ОКТУБЕ, 24КИЗ. Больше 70 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Акмулинской области. В регионе провели широкомасштабную акцию ОРМАН, усилили охрану лесных массивов и проверили готовность лесхозов к пожарам. Аслан Абуталийпов расскажет больше. На изна возгорания Боровское лесничество, квартал 31, выдел 8. В одной из лесничеств Бурабайского нацпарка направили сообщение об условном возгорании. На место в считанные минуты прибыли пожарные расчеты лесников и местного отдела по чрезвычайным ситуациям. Вместе с этим помощь с воздуха оказал вертолет Казави Алисохраны. Оперативно и слаженно им удалось ликвидировать пожар. То есть, если система обнаружила, в зависимости тоже от расстояния этого возгорания, в течение 7 минут прибытия и локализации уже самого возгорания. Если это не горная местность. Дополнительно в этом году национальным парком были созданы 10 пикниковых зон с разведением костра на территории национального парка. Также в этом году было закуплено, ну, закупается еще на сегодняшний день малые лесопатрульные комплексы. Проводится закупка оборудования, противопожарного оборудования, спецобмонирование. Пожарные, полицейские и лесники обошли наиболее многолюдные места в лесных массивах. Провели мониторинг в зонах отдыха, расположенных в лесу. Как оказалось, далеко не все соблюдают правила пожарной безопасности. Создано 104 мобильных групп, в число которых уходит 400 человек. Данными мобильными групп проводятся рейдовые мероприятия. На сегодняшний день их более тысячи, которыми выявляются факты нарушения правил пожарной безопасности, соответственно, за которые привлекают к административной ответственности. На сегодняшний день уже 65 физических лиц привлечены к адам ответственности на сумму более 1 миллиона тенге. Сейчас в лесных массивах региона подготовлены 47 пожарных постов. В ближайшее время будет открыть еще один. Но недочеты в лесхозах все еще есть, говорит заместитель руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства Арман Турумбаев. Необходимо обновить данную технику. То есть она у нас уже выработала свой ресурс. Тем не менее, данная техника противопожарной находится в строю и работает полноценно. То есть также необходимо по государственным учреждениям лесного хозяйства создать лесные пожарные станции первого и второго типа. Также спасатели и представители природоохранных учреждений встретились с предпринимателями, чьи объекты находятся в лесном массиве. По правилам они должны предусмотреть все меры для недопущения возгораний. Вместе с этим базы отдыха должны быть оборудованы специальными щитами с необходимым инвентарем для тушения пожаров. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24КЗ. Читающие Караганда в Центральном парке Жахтерского города установили своеобразные скворечники для книг. Небольшие домики предназначены для буккроссинга, обмена литературными произведениями. Книги выбирали и наши корреспонденты. Марина Золотарева расскажет. Алина Хамедулина читатель Центральной библиотеки имени Мухтара Ауэзова. Однако гуляя в парке, она никогда не проходит мимо книгообменников. Говорит, что там попадаются интересные экземпляры. Караганинцы поддерживают буккроссинг в Центральном парке и охотно делятся книгами из домашних библиотек. Хотелось бы, чтобы такие книжные домики появились на всех улицах города, мечтает Алина. Где-то кто-то не может приобрести книгу, естественно, а кто-то даже устаревшие экземпляры может принести сюда и обменяться тоже на новые более. Мне нравится в основном фэнтези, но также еще классика и детектив. Чаще всего взрослые как раз таки любят такое и, ну, естественно, могут принести сюда. Также в парке работает библиотека в Юрте. В день сюда приходит до 40 посетителей. В летней библиотеке можно взять книги и поучаствовать в викторинах и конкурсах на разные темы. Говорит Татьяна Миллер, методист Централизованной библиотечной системы. На последнем заседании Курлтая наш президент обратил внимание, что наша нация должна быть умной, начитанной. Поэтому он большое внимание уделял книге. И для популяризации книг мы все наши мероприятия проводим здесь, в Юрте. В этом году у нас каждый день расписан. 16 июля вступило в силу постановление о новом празднике. Национальный день книги казахстанцы будут отмечать 23 апреля. В Карганде уже давно прививают любовь к чтению. Городской парк стал культурным центром для жителей шахтерской столицы. В семье свой 80-летний юбилей отмечает деятель культуры страны, кавалер ордена Курмет Отантай Карибжанов. Он внес значительный вклад в развитие искусства и образования в Казахстане. На творческом вечере по случаю знаменательной даты побывали наши корреспонденты. Наркуля Абилина расскажет. Свой вклад в сферу культуры, искусства и образования Казахстана Отантай Карибжанов носит вот уже на протяжении почти 60 лет. Значительную часть своей жизни он посвятил служению театра. 20 лет он руководил областным театром имени Абая. За эти годы сумел воспитать целую плеяду талантливых артистов. В первую очередь Отантай Карибжанов профессионал своего дела. Патриот и талантливый человек. Несмотря на столь почтенный возраст, он остается молодушой. Надеемся, что продолжит свое дело. С 1999 по 2011 годы Отантай Карибжанов руководил Семипалатинским музыкальным колледжем имени Муханна Толибаева. За эти годы выпускниками учебного заведения стали больше полсотни высококлассных специалистов. Сегодня они работают в ведущих учреждениях культуры и искусства. Когда-то я учился в музыкальном колледже имени Толибаева. Вот тогда Отантай Карибжанов был директором. И вот сегодня мы приехали поздравить его с юбилеем, пожелать ему здоровья крепкого. Сегодня Отантай Карибжанов продолжает активную деятельность в общественной жизни родного края. Я никогда не искал легких путей. Для меня было главное, чтобы моя работа имела смысл и приносила высокие результаты. И вот в свой 80-летний день рождения я вспоминаю свой жизненный путь и понимаю, что очень люблю и горжусь своими воспитанниками. За свою профессиональную деятельность Отантай Карибжанов награжден высокими знаками отличия и наградами. Сегодня он возглавляет общественный фонд Абай Кунанбаев, который пропагандирует наследие великих казахских поэтов Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева. Завтра стартует продажа билетов на сольный концерт Димаша Кудайбергена в Астане. Об этом народный артист Казахстана сообщил на своих страницах в соцсетях. Напомню, грандиозное шоу состоится 13 сентября на стадионе Астана-Арена в рамках всемирных игр кочевников и станет частью мирового тура музыканта. Димаш исполнит композиции в различных стилях, на разных языках. Игры кочевников, напомню, пройдут в столице с 8 по 14 сентября. Это наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова